Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 31 августа, последний день лета, последний день месяца и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит по основным финансовым инструментам. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера во второй половине торговой сессии мы увидели уход ниже минимальных значений, которые были 29 августа, что в свою очередь нам говорит о начале коррекционного краткосрочного снижения по паре евро-доллар. Возврат к покупкам вновь будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера, 31 августа, а именно отметка 1.1984. После закрепления за этим уровнем уже будет следующий заход на отметку 1.2060 и после преодоления этого уровня уже дальше на 1.21. Пара британский фунт, американский доллар вчера пыталась корректироваться, также были обновлены локальные минимумы, уходили ниже отметки 1.2915, ну а в минимальных значениях доходили до 1.2878, поэтому на текущий момент в рамках, опять же, краткосрочной тенденции пара британский фунт корректируется. Возврат к покупкам вновь будет актуален после преодоления максимальных значений, которые были вчера, отметка 1.2937. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера, также мы видели укрепление американского доллара по отношению к австралийцу и, в свою очередь, уход ниже отметки 7905, это ближайший разворотный уровень, который мы отмечали ранее, отметка 7905. На текущий момент в рамках краткосрочной тенденции мы видим коррекцию на ослабление австралийца, ну а возврат к покупкам, в свою очередь, будет актуален уже после обновления локальных максимумов, либо обновления уже следующих коррекционных уровней, которые будут сформированы в ближайшие несколько дней. Но пока в рамках краткосрочной тенденции мы снижаемся. Пара американский доллар, японская иена вчера также смогла выйти из отметки 109.84. Американский доллар укрепляется по отношению к японской иене и на текущий момент тенденция движется в области 110.97. Возврат к продажам по данному инструменту, а в свою очередь и продолжение движения в сторону основного тренда, будет актуально вновь после преодоления минимальных значений, которые были вчера, отметка 109.52. Пара американский доллар, канадский доллар также продолжает укрепляться. Вчера вышли из зоны 1.2539, закрепились за этим уровнем и тенденция на укрепление продолжается. Возврат к продажам, то есть к тенденции на ослабление американского доллара, будет вновь актуален, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были на 30 августа, отметка 1.2499. Еврофунт также ушел в коррекцию. Вчера обновили минимальные значения, закрылись ниже минимума 29 августа. И на текущий момент мы также увидим продолжение, точнее начало коррекционного нисходящего движения по данному активу. Возврат к покупкам, а значит и возврат к основной тенденции, будет вновь актуален после преодоления уже максимальных значений, которые были вчера, отметка 0.9269. По золоту мы также корректируемся. Сегодня с утра уже уходим ниже минимальных значений, которые были 30-29 августа, поэтому пока в рамках уже краткосрочной тенденции вероятно развитие коррекционного нисходящего движения по золоту. Возврат к покупкам будет вновь актуален после закрепления выше отметки 1314 долларов за тройскую унцию, но пока в рамках краткосрочного таймфрейма мы снижаемся. Нефть марки Brent также продолжает снижаться. На текущий момент вчера были преодолены уже целевая отметка в области 51.30, сегодня с утра доходили до отметки 50.64, поэтому сейчас тенденция движется в сторону основного тренда, нисходящего по нефти марки Brent. Ближайший разворотный уровень, который может нас вернуть к краткосрочным покупкам по данному активу, находится в области максимальных значений, которые были вчера, отметка 5207. Ну и по индексу DAX мы видим продолжение коррекционного восходящего движения, сегодня с утра уже видим попытки закрепиться выше максимальных значений, которые были вчера. Это отметка 12040. И если индексу это удаст в ближайший час, в ближайшие несколько часов, то также вероятно развитие краткосрочного восходящего коррекционного движения по данному активу. Но напомню, что основная тенденция по данному инструменту также остается нисходящей. Поэтому завершение коррекции и уже определение точек завершения будет наиболее предпочтительно по данному инструменту. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман. Как всегда, всем желаю продуктивного дня и увидимся уже на следующих обзорах, увидимся уже в следующем месяце. Всем спасибо и до свидания.